Девушки отдыхают Презвоните 321-201 Всем привет! Это снова программа «Муж на кухне» Программа, в которой мы готовим простые, доступные и, главное, вкусные блюда Ну что, друзья, наступила осень, знаете, мне кажется, что настоящая вот уютная осень наступает тогда, когда дают центральное отопление Это значит, что на улице уже прохладно и неуютно, а дома тепло Но глупо думать, что нам нравится греться в батарее Мы любим греться чем-нибудь другим, да, мы любим греться напитками Мы любим греться вкусной горячей едой Поэтому сегодняшнюю передачу я хочу посвятить именно такой еде которая, во-первых, готовится очень быстро, а во-вторых, очень вкусная Ну и что мы думаем, когда говорим «горячая еда»? Мы подразумеваем суп Ну знаете, мне как-то не очень нравится название суп Это как-то звучит просто бошло и как-то обыденно, что ли, да, как-то по-общепитовски и по-столовски Я предпочитаю называть такие блюда похлебка Сегодня мы приготовим сырную похлебку с курицей и сделаем классический жуен Так что, ребят, ну получается у нас сегодня опять французская кухня Итак, давайте начнем Для сырной похлебки я сделал небольшую заготовку, а именно сварил бульон Бульон я сварил вот из таких вот куриных болей А сам суп, в состав супа пойдет вот такая вот, вот такая вот куриная грудка, точнее куриное филе И потребуется нам также лучок, морковочка и вот такой вот мягкий сыр Сыр может быть, друзья, любой Плавленый, мягкий, сливочный, в общем, это абсолютно уже не важно Ну, давайте начнем Первое, что мы сделаем, это нам необходимо обжарить морковь и куриное филе Лук нарубаем как можно мельче, ну, точнее вот так пойдет Морковь мы тоже нарежем кубиком И я готов обжаривать овощи Берем растительное масло Более чем щедро поливаем сковородочку Раскалять масло не нужно Потому что нам не надо добиваться так плохого, чтобы лук и морковь прям поджарились Просто припускаем Итак, здесь у нас все работает Берем куриное филе Желательно, друзья, если куриное филе, да и вообще что-либо вы будете планируете обжаривать То лучше всего этот продукт немножко подсушить То есть он должен полежать немножко при комнатной температуре Он должен согреться и лишняя вода должна из него уйти Иначе в сковородке эта вода вся выйдет наружу Все это будет вариться Так что обращайте, пожалуйста, на это внимание Нарезаем куриное филе такими кубиками Некрупными Чтобы 1-2 кубика легко помещались в ложечку Которую вы будете потом суп кушать Готово И отправляем куриное филе тушиться вместе с овощами Сейчас я температуру вновь возвращаю на максимум Хорошо перемешиваю Ну что ж, у нас появляется время, чтобы заняться другими заготовками К такой сырной похлебке очень хорошо подойдут какие-нибудь, ну, по-французски это крутоны, да, по-нашему, конечно же, гренки Гренки я делаю с заправкой Заправка состоит из оливкового масла Так вот щедро нальем Желательно брать сорт экстра-верджин Немножко соли Немножко соли Они должны быть солоноватые И Пару зубчиков чеснока мы добавим в оливковое масло, чтобы его ароматизировать Даже может быть тройку И сейчас начинаем размешивать чеснок, соль и оливковое масло, чтобы они просто-напросто, чтобы масло впитало в себя все вот эти запахи и соленый вкус Очень вкусно пахнет нерафинированное оливковое масло и чеснок, друзья, попробуйте обязательно Это сразу, это уже ароматно, это уже вкусно Это готово Теперь, смотрите, я беру вот такой противень Застелил его фольгой, потому что фольга хорошо отражает тепло И гренки хорошо будут просушиваться А для гренок я возьму, наверное, мой любимый хлеб итальянский, который называется чаобата Знаете, как переводится с итальянского чаобата? Чаобата переводится как домашний тапок Ну, не знаю, что итальянцы нашли тут общего, но, может быть, что-то есть Но в чем его характерная особенность? В том, что у него всегда вот такая вот твердая хрустящая корочка и очень пористая мякоть Очень пористая мякоть И, как правило, чаобата всегда готовится также с оливковым маслом Вот, собственно, и все Теперь я что делаю? Я вот так вот ее разламываю Я не люблю хлеб резать И буду делать вот такие вот, отламывать вот такие вот кусочки Обмакивать их в оливковое масло И выкладывать На противень А знаете, почему такие кусочки? А потому что потом их в суп бросать не нужно будет А можно будет вот так в суп густой, сырный Точнее, сырную похлебку макать и кушать Это очень вкусно Это мы ставим в духовку Температура здесь у меня не слишком высокая Примерно 170 градусов Нам нужно просто, чтобы чаобата сверху подсохла и стала вся хрустящей Ну что ж, овощи у нас тушатся Все заготовки мы практически сделали Давайте прервемся ненадолго на рекламу Потом обязательно возвращаясь, собственно, сам Саму похлебку мы и начнем варить И начнем делать жульет Особенный, специально для вас Любой торт на заказ Узнайте как на сайте тортобакан.ру Или звоните 321-201 Это очень здорово, что вы дождались второй части нашей передачи Потому что у меня есть хорошие новости Уже приготовились гренки Давайте их достанем Смотрите, какая красота Вот это, друзья Наверное, лучшие гренки, которые только могут быть Они воздушные, они хрустящие, они ароматные Конечно, вкусные Ну и продолжаем заниматься супом Нам остается порезать немножко картошечки Бульон я поставил на кипение Картошку тоже нарежу такими вот удобными кубиками Также, друзья, в этот суп, в эту похлебку, простите Можно добавить грибы, шампиньончики они у меня лежат Но, вы знаете, после того, когда мы добавим туда сыр У супа как раз и будет такой Вот сыр почему-то дает такой грибной запах Я не знаю почему, но вот как-то так получается И уже если добавить шампиньон, то, мне кажется, это будет слишком много Ну что, давайте сделаем закладку супа Так, здесь у меня, смотрите Все приготовилось, протушилось Лук стал очень мягкий Морковочка тоже буквально вот расходится И курочка тоже хорошо пропиталась всеми этими запахами Бульон сейчас закипит Я выкладываю в него овощи Вот здесь уже надо смотреть за густотой Нормально, меня устраивает И сразу же закладываем картошечку И вот такой густоты будет моя похлебка Но после того, как мы добавим в нее сыр Она, конечно же, немножко загустеет И заметьте, друзья Я еще ничего ни разу не солил Наверное, догадываетесь почему Потому что сыр соленый И уже отталкиваться по солености надо именно от того После того, когда мы уже его добавим Все Сейчас что нужно? Накрыть крышечкой Нужно, чтобы это закипело Картошечка сварилась И потом мы доведем нашу похлебку до ума А теперь давайте займемся жульеном Очень многими любимым блюдом Для жульена нам потребуется вот эта куриная голень На которой я сварил бульон для похлебки Я ее разберу Я не буду резать Я люблю, когда в жулье не попадаются Прям такие хорошие кусочки курочки Ну и, соответственно, вы видите на моем столе Еще лежит сыр Лук И грибочки Это, в общем-то, классический вариант Все-таки, мне, знаете, кажется, что Ну, далеко не все дома готовят жульен Мы почему-то привыкли Жульен Ну, во всяком случае Вот у нас в семье так бывает Что мы приходим, если в ресторан кушать Мы обязательно заказываем именно жульен Потому что это, на самом деле Очень вкусная Очень хорошая горячая закуска Поэтому я предлагаю Вот такими вот осенними вечерами Все-таки дома иногда упражняться В французской кухне Не лишним будет вспомнить Этот замечательный и простейший рецепт Я слышу, что похлебка уже бурлит Убавляем температуру Чтобы кипение было умеренным И сварился картофель Теперь для жульена Мы порежем лучок Лучок я порежу Вот такими аккуратненькими кубиками Я уже нагреваю сковородочку Вы наверняка догадываетесь Что сейчас мы будем обжаривать Лук и шампиньоны Итак, шампиньоны Я взял свежие Они, на мой взгляд, более ароматные И буду нарезать их Точно так же на кубики Примерно соразмерные с луком Что еще хочу сказать Про шампиньоны, друзья Грибы Желательно Вот когда вы покупаете грибы На рынке или в магазине Смотрите сразу Чтобы они были Вот такие чистенькие Хороший производитель Всегда делает их именно такими Если шампиньоны грязными Их придется мыть А мыть грибы Ни в коем случае Ну, это касается В первую очередь, конечно, шампиньонов Ни в коем случае Нежелательно Потому что грибы Они как губка Впитывают воду У них и так воды много И так они становятся Вообще водянистыми И вы потом замучаетесь Эту воду выпаривать И уйдет весь запах Если долго их готовить Я не говорю про лесные грибы Потому что там Это совершенно другая история Они требуют более тщательной обработки А это фермерские Поэтому Здесь ничего такого нет Если вы смотрите Нашу передачу постоянно То наверняка помните Коклету Мы с вами тоже делали Жюльен Мы только делали его Из лисичек Из лесных грибов И там Мы, конечно Проводили Предварительно Совершенно другую Обработку Довольно-таки длительную И там мы Жюльен Жюльену фаршировали Кабачок Очень интересный рецепт До сих пор На нашей группе В Одноклассниках Люди Благодарят за этот рецепт Спрашивают подробности Грибов я беру побольше Потому что считаю Что в жюльене Главным ингредиентом Все-таки Являются грибы А не курица Наливаем Также Масло Конечно Для жюльена Как правило Используется масло Сливочное Как и вообще Во всей Французской кухне Там Всегда Везде Идет сливочное масло Но знаете Что мне кажется Но все-таки Это немножко Ну как бы вредно Жюльене И так будет Очень много Всего сливочного Потом увидите Поэтому я добавил Обычного растителя Шампиньоны готовят Очень быстро Здесь я температуру Убавлять не буду И еще Качество шампиньонов Можно проверить Уже Ну хоть это и поздно Но оно ощущается Когда вы Начинаете их обжаривать Идет сразу Невероятный Просто аромат А бывает Знаете Купят шампиньоны Начинают жарить И они пахнут Химией какой-то Мне попались хорошие Потому что Я покупал Ну и вообще Почитаю на рынке Покупал Вот все Пошла Выходить Водичка Из шампиньонов И сок из лука Они душатся Накроем Крышечкой Возьмем терочку И сыр В данном случае У меня здесь Пармезан Я натираю его На крупной терке Перемешиваю С курицей Смотрю Примерно Должно быть Один к одному Сыра И курицы Перемешаем Я не добавляю В жульен Никаких сливок В нем И так достаточно Калорий А сыр Даст нам Все что нужно Все готово Я выключаю Эту сковородочку И сдвигаю И давайте Смотрите Займемся супчиком Смотрите Получается что у нас Картошечка Сварилась И пора Вводить Сыр Смотрите какой сыр Это у меня Сливочный Сырок Можно Смело Использовать Обычные Плавленые Сырки Дружба Принципиальной Разницы Здесь нет И начинаем Супчик Вот таким образом Забелять Так назовем Эту операцию Приблизительно На такую Кастрюльку У меня ушло 300 грамм Когда будете покупать Сыр Я хочу вам дать Один совет Если даже будете Покупать Наши привычные Сырки Плавленые Дружба Орбита Не знаю Всегда смотрите Производитель Хитрит Иногда Если написано Продукт сырный Или продукт С содержанием сыра То лучше Отказаться От покупки Потому что В этом случае Там много примесей И он у вас Может в супе Хлопивый пойти Всегда берите Сыр Плавленый Состав Сыр Вот после Добавления сыра Я пробую на соль И понимаю Что Досолить можно Можно поперчить Добавить Пару лавровых листиков Смотрите У меня какой С Крыма Привезли Друзья И Все Мы забываем Про суп Убавляем Огонь Из 9 на троечку То есть на минимальный Сейчас Все должно Прям буквально Развариться В нем Но не в пюре Конечно Если вы любите пюре Это потом можно Пробить все блендером А просто Чтобы чуть-чуть Все это разошлось Ушло в бульон Тогда суп получится Очень-очень нежный Ну друзья Мне надо Чтобы грибочки Немножко остыли Для жульена Поэтому давайте Ненадолго прервемся На рекламу Потом возвращайтесь У нас впереди Самое интересное Мы закончим приготовление И в конце концов Посмотрим Что у нас получилось Возвращайтесь обязательно Особенный Специально для вас Любой торт На заказ Узнайте как На сайте Тортобакан.ру Или звоните 321-201 Что скрывается Под брендом Янта Бескрайние поля Современное производство И технологии Труд тысяч людей И признание Миллионов покупателей Каждый день На вашем столе Янта Янта Есть вкусно Ну что Как говорится Начнем и закончим Здесь у нас Для жульена Уже подготовленная Куриная голень Вареная Перемешанная С тертым сыром Пармезан Грибочки Обжаренные С лучком Мы их Немножко Остудили Чтобы сыр У нас Не расплавился Раньше Времени Я беру Вот такую Форму Смазываю Ее Хорошо Маслом Здесь Уже Масло Сливочное И начинаем Перекладывать Жульен В форму Для запекания Да Конечно Мы привыкли Что в ресторанах Нам подают Жульен В капотницах Как называются Такие маленькие Сковородочки Но в домашних условиях Мне кажется Уютнее Будет Сделать Вот так Важно Друзья Жульен Слегка Вот так Придавить Чтобы Сыр Когда будет плавиться Чтобы он Сидал Более Менее Равномерно Ну и друзья Смотрите Что у нас получается Как правило Сюда сверху Просятся Опять же Сыр Для того Чтобы у нас Появилась Такая хорошая Хорошая корочка Мы все так привыкли Да Все То что запекаем Посыпать сыром Но Смотрите Когда сыр Будет плавиться В духовке Из него Будет выходить Масло Которое в нем Содержится В достаточно хорошем Количестве Потому что Сыр это Жирный продукт Оно все Уйдет в массу А в массе Это у нас Тоже сыр Друзья И получается Так что у нас Просто жульен Будет в этом Масле плавать Поэтому у меня Есть другая Идея Смотрите Жульен Сверху Я промажу Майонезом Классический От Янта Дело в том Что технологии Этой компании Специально Разработали Рецептуру Приготовления Майонеза Так Чтобы с ним Было удобно Запекать Потому что Обычный майонез При тепловой Обработке Расслаивается На составляющей И тогда Например Масло на основе Которого сделан майонез Так же уходит в блюдо Как в случае с сыром А с этим майонезом Ничего подобного Не происходит Получается только Тонкая Вкусная И золотистая корочка Собственно То что нам И нужно Янта Есть вкусно Что друзья Смотрите Что у нас получилось Ставим жульен В духовочку Там у нас Все готово Единственное что Нужно Чтобы расплавился Сыр Внутри жульена И получилась Наша пресловутая корочка И я предлагаю Подавать суп Смотрите Какое сливочное Великолепие Получилось Картошечка Разварилась Ушла в бульон Вот она Похлебка В похлебке Бульона Должно быть Много Ее нужно Хлебать А как это пахнет Ребята Аромат Сыра Просто великолепно Великолепно Работает в супе Смотрите Я единственное Что сделаю Я возьму Немножку укропа Посыплю Похлебку Пармезанчиком Похлебка Заиграет Новыми ароматами От этого сыра И сверху Я посыплю Вина Укропом И вот Смотрите Как я и говорил Вот это вот Нужно брать Макать И кушать А потом Конечно же Прихлебывать Ложечкой Друзья Это Очень вкусно Ароматно И Согласитесь Просто У нас почти Готов Наш классический Французский Легкий ужин Если это можно Так сказать И чем Такой ужин Осенний Может завершиться Конечно же Хорошим чаепитием И вот что Кондитерский дом Сладкарница Предлагает сегодня К чаю на десерт Это торт Ромео У него Песочная основа А в начинку Входит Творожный крем Сгущенное молоко Ароматизированным Натуральным Лимоном Сверху Торт Ромео Друзья Покрыт шоколадной Глазурью И украшен Шоколадными И марципановыми Изделиями А еще мне нравится Его Такая Необыкновенная Форма Ну собственно Равно как и то Что все сделано Из натуральных И свежих Продуктов Друзья Пока суть до дела А наш жульен Уже дошел Давайте достанем Вот он Все друзья Смотрите какой жульенчик Получился Как и обещал Вкуснейшая Тончайшая Золотистая Корочка Ну что Я надеюсь Вам понравились Сегодняшние рецепты Если вы что-то Не запомнили То включайте Свои телевизоры Сегодня вечером На канал Россия 24 В 19.00 Наша передача Повторится Если вы хотите Более подробных Пошаговых Рецептов Блюд приготовленных В нашей передаче То Заходите на сайт Одноклассники И вступайте В группу Муж на кухне Просто набирайте В поисковике Муж на кухне И отправляйтесь В нашу группу У нас там уже Много участников Мы там общаемся Вы там Также предлагаете Свои идеи Я отвечаю На ваши вопросы И собственно Там мы Продолжим Наши встречи Равно как и через неделю На канале Россия 1 Пока Особенный Специально для вас Любой торт На заказ Узнайте как На сайте Тортобакан.ру Или звоните 321-201 Что скрывается Под брендом Янта Бескрайние поля Современное Производство И технологии Труд тысяч людей И признание Миллионов покупателей Каждый день На вашем столе Янта Янта Есть вкусно Субтитры подогнал «Симон»